Радио передача предназначена для слушателей старше 12 лет. Всем привет ребята, с вами эфир Большая перемена и сегодня тема нашего эфира открытый травматический театр Альтерхома. И сегодня у нас в хостях арт-директор Альтерхома Самохвалов Марк и также является еще наш гость Димченко Данил, тоже является арт-директором и актером театра. И с вами, конечно же, ведущая Хрипунова Анастасия. И фон к Лену. Всем привет. Привет ребята. Привет. Как у вас дела, как ваш настрой на эфир? Отлично, все круто, надеемся все пройдет очень хорошо. Мы тоже на это очень сильно надеемся. Давайте тогда начнем наш эфир. Первый вопрос, что представляет собой театр Альтерхома? Наш театр в городе Иркутске 6 муниципальных театров и примерно столько же независимых театров, но наш театр, он является особенным, по крайней мере, в нашем городе. Особенен он тем, что у нас есть, так скажем, особый алгоритм влияния на зрителя. Интересно, что же такое? Что за алгоритм у вас такой интересный? Расскажите, пожалуйста. Ну, алгоритм следующий. Во-первых, на сцене нашего камерного театра играют совсем юные ребята, молодые актеры, которые не имеют актерского образования. Но, по крайней мере, это не мешает им хорошо держаться на сцене и создавать необходимый эмоциональный накал. Также важно уточнить, что наш театр камерный, как уже было сказано, он вмещает не больше 50 человек. Именно поэтому актер слышит дыхание зрителя, а зритель слышит дыхание актера. Именно поэтому создаются такие доверительные очень отношения, и спектакль становится более запоминающим. Также важно уточнить, что после спектакля художественный руководитель нашего театра и актеры ведут разговор со зрителями. То есть, как зритель понял, о чем был спектакль? Хорошо. Мне стало интересно, как же вы все-таки попали в театр? Расскажите, пожалуйста, вашу историю. Потому что мне кажется, что у вас он очень интересный по вашему виду. Ну, начнем с того, что Данил Вячеславович попал чуть ли не с самого рождения, то есть с первого класса. Я попал же в пятом однококлассе, потому что у нас в школе проходили тогда собеседование, проходило осмотр на съемки фильма. Там с ребятами из Лунды снимали. И как-то так получилось, что мне родители сказали, иди, проходи, попробуй. Я пришел, прошел, мы отсняли фильм. То есть я как-то, видимо, понравился руководителю. И через год она мне позвонила и с предложением тем, что Марк, давай ты у меня будешь учиться, и мы еще один фильм будем снимать. И вот как-то так началась моя, так скажем, актерская карьера. Хорошо, Данил. Ну, у меня история другая. Когда-то на базе Марковской среднеобразовательной школы, где я учился, был создан театр Альтер Хома. Тот самый, в котором мы сейчас играем. Пришел я туда с первого класса, и уже можно сказать, что я занимаюсь в нем 11 лет. Тебя заставили пойти туда, или ты сам решил поступить? Нет, ну, вообще, в нашей школе было очень много кружков, и каждый ребенок, как бы, считал своим долгом таким попасть в какой-нибудь кружок. Да, я прошелся вообще по всем, но мой выбор пал на театр. И, ну, вот так и занимаюсь, так и продолжил заниматься. Так вот сейчас мы уже выросли в отдельную камерную сцену. Хорошо. Нам стало известно, что в 2022 году ваш театр попал в Книгу рекордов Иркутской области своим проектом «Подростки-подросткам». Можете рассказать о нем поподробнее? Да, конечно. Проект «Подростки-подросткам» — это наш ключевой проект нашего театра Альтер Хома, потому что непосредственно подросткам, взрослым людям рассказывают истории сами подростки, молодые актеры, то есть мы. И почему, в чем его изюминка? За счет того, что мы моделируем ситуацию социального характера на сцене, которая будет важна для подростков, то есть там у нас тема затрагивается и предательство, и силы воли, и ответственности. Таким образом мы формируем в подрастающем поколении стержень, эмоциональный интеллект, то есть психологическое развитие. И, конечно же, это помощь в воспитании подростков. То есть именно в этом заключается уникальность? Да, да. Хорошо. А какие спектакли для взрослых у вас есть? Так, ну смотрите, спектакли для взрослых вообще, и те спектакли, которые входят в проект «Подростки-подросткам», они тоже, как мы выяснили, имеют большой спрос у взрослой аудитории, потому что проблемы актуальны даже для людей в возрасте уже. Также у нас есть такая добрая комедия по мотивам Марка Твена, это «Дневники Адамов» и «Дневники Емы», которую мы назвали «Адам, Ева» или «Он плюс она равно мы». Вот, и она больше ориентирована тоже на взрослую аудиторию, но и подходит для подростков, потому что там рассказываются нюансы любви, нюансы взаимоотношений мужчины и женщины. Наши спектакли будут интересны всем, и детям, и взрослым, и подросткам, и самым-самым взрослым. Отлично, я слышал, что у вас в театре есть курсы для ребят, которые хотят к вам присоединиться. Расскажите, пожалуйста, про этот курс. Да, смотрите, у нас есть мастер-классы, курсы ораторского мастерства, актерского мастерства, также есть курсы для более малых детей, это от 4 до 6 однако лет. Группы у нас делятся на первую группу, это от 7 до 11 лет, вторая от 12 до 16, и третья от 16 и до 100 лет. То есть у нас люди могут хоть в пожилом возрасте прийти, если здоровье позволяет. Конечно же, мы обучаем ребят актерскому мастерству, сценической речи и постановке речи, а затем у них, как и их дипломная работа, у них идет спектакль. То есть это, например, у нас в этом году вот выпустилось уже 3 спектакля, это Чайка Антона Павловича Чехова, потом... Режиссер Наталья Камышан. Да. 8 любящих женщин, Роберто Тома. И режиссер Егор Егоров. Егор Егоров, да, режиссер у нас. И также от Красной Крысы до Зеленой Звезды. Там режиссер у нас Ольга Эристави, непосредственно наш руководитель. И также детская группа выпустила такой небольшой спектакль, но с не менее важным замыслом. Там даже арт-терапевтический такой замысел есть с направлением на то, что там рассказывают про страхи детей. И это помогает также детям. Ну вот у нас как раз в зале сидели ребята, дети. Некоторые выходили и говорили, блин, все, я не боюсь теперь лифта, я не боюсь темноты. То есть этот спектакль направлен на уничтожение страхов у детей. Там обычные страхи, то есть темнота, лифт, громкие звуки, собаки и так далее, и так далее. Также важно уточнить, мне кажется, что люди, которые когда-то в детстве мечтали стать актерами, актрисами, певцами. Но, так скажем, получить диплом актерского, это очень все-таки сложно. Это очень много времени и туда, и то все, обратное десятое. А пройти курсы актерского мастерства, это то, что под силом, мне кажется, каждому человеку. Наши курсы, они очень полезны. Они полезны абсолютно для всех. Ну, предположим, публичные выступления. Публичные выступления в классе, публичные выступления на работе. Бывает иногда очень сложно побороть страх публики. Иногда, когда выходишь на публику, раз, и забываешь все слова, и перестаешь говорить, хотя умел с трех лет, да. Ну вот, наш театр помогает раскрепоститься. Наш театр помогает начать верить в себя. Как минимум, да, убивает, так скажем, страх публики. Ну, вот, в принципе, так, да. Мы приглашаем всех в наш театр на курсы актерского мастерства. Вот, у вас же есть основная группа, да, вот ребята, вот где вы входите. Вот ребята, которые прошли курс, они могут к вам присоединиться после того, как они сдали диплом, выступили у вас? Конечно, могут, да. Но там какой-то отбор будет у вас, или все-таки как-то вы смотрите на потенциал у ребят? Ну, здесь скорее смотрит уже наш руководитель театра, то есть она смотрит на детей, смотрит на ребят, смотрит на их потенциал, кто может, куда можно ребенка в какой спектакль вставить, какой может быть новый с ним спектакль поставить. Это, конечно, все смотрит у нас наш художественный руководитель. Но такая возможность, конечно, имеется. Но также стоит уточнить, что все спектакли, которые дипломные, они входят в наш репертуарный, ну, в репертуарный состав нашего театра. То есть этот спектакль не отыграли два раза и забыли, ни в коем случае. Этот спектакль остается жить, этот спектакль продолжает развиваться. Хорошо, я слышала, что вы недавно выступали на День города. Все верно? Расскажите, пожалуйста, как это произошло и как вы туда попали? Да, наш театр принял участие в Дне города, вы правильно сказали, да, в швейном фестивале, в юбилейном швейном фестивале. Один из организаторов, Василиса Ежова, она давно с нами знакома, так как мы участвовали и в третьем, и в четвертом швейном фестивале. И так нам предложили, нашему театру предложили помочь. Ребята из нашего театра выступали на сцене. Это было очень интересно все-таки мероприятие, потому что это немного нестандартно для нас. Там очень, ну, красивые костюмы, все так круто, 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 да. Мы надеемся, что вы были на Дне города и могли нас увидеть. Я хотела бы немного отойти от театра. Скажите, чем вы занимаетесь помимо театра? Где вы учитесь и какие у вас вообще дальнейшие планы? Хотите ли вы заниматься театром еще всю свою жизнь? Какие-то планы, может быть, есть? Да, очень интересный вопрос. Когда ты приходишь в театр, ты видишь другой мир. Ну, мне кажется, что это так. Я, придя в театр очень давно, думал, что это останется просто моим хобби. И вот уже сейчас я понимаю, что все мои планы, все мои цели, которые я строю, они так или иначе связаны с театром. Будь то съемка кино, будь то участие в различных массовых мероприятиях, все это театр. Ну, лично для меня театр стал неотъемлемой частью моей жизни. Он стал моим, так скажем, ремеслом. И я уже понимаю, что театр... И даже если я уйду из театра, театр из меня не уйдет никогда. Хорошо. Марк, расскажешь? Ну, да. Ну, конечно же, мы студенты еще пока что. Про театр. Да, Данил сказал, что театр никогда не уйдет от нас. И мы это особо чувствуем. Потому что даже когда наступает летний период, то ты приходишь в сентябрь и ждешь, когда спектакль. Когда какие-то постановки. Когда занятия. Когда репетиции. Да. Театр, на самом деле, ну, Данилу помог. Я за себя тоже скажу, что театр открывает очень сильно глаза. И в творческом плане прям он такой пинок хороший дает. И да, даже если мы уходим из театра, а мы с Данилом Вячеславовичем не собираемся долго задерживаться в театре, как-то связывать, ну, то есть, как профессиональные актеры связывать свою жизнь. Но, тем не менее, театр-то от нас никуда не уйдет. То есть, да, даже если кино снимать, даже если какие-то сценарии писать, картины писать, в этом все равно театр очень сильно помогает. И мы непосредственно всегда с ним контактируем и связаны. Вот вы сейчас говорили, что вы являетесь как арт-директором. Как вообще вы стали арт-директором в таком юном возрасте, грубо говоря, да, можно так сказать? Вроде как просто актеры в театре, и тут резко вам как-то стало арт-директором. Мне вот стало интересно. Ну, в разговоре с художественным руководителем это было принято решение. И главный аргумент был, это мы знаем всю кухню театра. То есть, это зритель приходит, видит, как актеры выступают, да, это все так красиво. Но, как это скажем, декорации, учим текст, когда репетиции, когда можно прийти, когда нельзя прийти, когда театр занят, когда он не занят. И так как мы знаем весь, условно, процесс подготовки спектакля, так нам было и предложено стать арт-директорами. Это тяжело. Да? Да. Таких вздохов. Да. Еще мы хотели бы у вас спросить о следующих планах на театральный сезон, который будет. Расскажите, немного спойлеров, может быть, у вас какой-то есть? Что, откроем немного занавес? Ну, не знаю, сначала расскажу я. Конечно же, мы продолжим играть наши репертуарные спектакли. Это наш проект «Подростки подросткам». Плюс наш репертуар расширяется почти в два раза, так как у нас будет показ все-таки дипломных спектаклей учебных групп. Да, снова возобновляют работу наши курсы актерского мастерства. Чтобы знать о наших планах конкретнее, мы предлагаем найти наш театр в группе в Телеграме, в группе ВКонтакте, в Ватсапе, где нас только нет. Театр так и называется «Альтер Хома». И там все наши планы будут известны. Вот вам и спойлер. Можете еще рассказать о своем коллективном составе поподробнее? Коллективный состав, ну, так как мы все равно любительский театр, то ребята тоже, блин, наверное, будет Даниилу Вячеславовичу проще, так как он с этими ребятами уже с самого детства. С первого класса? Да они все вместе, я позже к ним влился. Скажем так, основной молодежный состав нашего театра — это все ребята, которые начали заниматься театром класса с третьего, со второго, когда еще учились в школе. И эти ребята уже кто юрист, кто программист, но все равно продолжаем заниматься театром. Конечно, придет новое поколение, так скажем, более молодое, уступаем дорогу молодым, так скажем. Ну, вообще, наш коллектив, нашего театра делится на младшие. Это вот ребята, которые закончили курсы. Молодежный состав — это основной состав, который был набран из Марковской школы. В основном также там были ребята такие, как Маркс, киногрупп. И взрослые ребята, которые также могут входить в нашу молодежную, потому что они еще не прям взрослые-взрослые. Ну, и также, конечно же, ребята из групп, самые-самые взрослые. Вот, в принципе, весь наш коллектив. Но мы продолжаем расширяться, наш театр растет с каждым годом, и мы этому несравненно счастливы, конечно. Я хотела бы задать вопрос, но у меня почему-то из головы это вылетело. Я хотела бы спросить у вас, помимо театра вы хоть чем-то еще занимаетесь, или вы всю свою жизнь отдали только театру? Просто я слушаю, театр — театр. А может, чем-то вы еще футболом, не знаю, спортом каким-нибудь. Может быть, еще что-то. Ну, помимо учебы, помимо театра, вот, чем-то вот таким. Ну, когда-то мы чем-то занимались. Театр все закрукнул. Театр, да, театр закрыл все потребности, скажем так. И, конечно, сейчас все усилия у нас уходят в театр именно так, как мы непосредственно актеры, как мы непосредственно директора, и то есть мы принимаем участие в развитии нашего театра. И большую часть времени, да, занимает театр. Правильно было сказано, что театр закрывает все остальные потребности. А какие потребности? Потребности в спорте. На сцене мы так сильно выкладываемся, что никакой спорт нам уже, да, собственно, и не нужен, да. Также важно сказать, что когда мы находимся на сцене, мы примеряем на себя образы других людей. Поэтому кем мы уже только не побывали, да, и театра нам хватает, чтобы чувствовать себя комфортно. Вот если была бы у вас возможность не заниматься театром, кем вы бы хотели бы стать? Кем вы бы хотели бы заняться? Я думаю, что в моей жизни такой возможности бы не было. С первого класса, понятно, с театром. Да, я бы, мне кажется, все равно рано или поздно пришел в театр, потому что это такое что-то особенное. Это что-то на другое не похожее. Даже не поворачивается язык назвать это хобби. Театр это жизнь. Это прямо пришел туда и все, и уже жизни без театра не видишь. Хорошо. Может быть, какие-то напутственные слова хотите сказать ребятам, которые хотят попасть к вам, или просто ребятам, которые хотят заниматься театром? Какие-нибудь такие вот слова. Ребят, кем бы вы не хотели стать? Блогером? Тиктокером? Тиктокером, ученым. Кем бы вы не хотели стать, театр вам в этом поможет. Действительно поможет. Это, как уже у нас было сказано, это уверенность в публичных выступлениях, грамотная речь. Это... Ну и также, конечно же, если вы, да, в детстве мечтали, ну как же, мне кажется, вообще все в детстве мечтали, когда смотрели кино, они мечтали, вот круто, я бы тоже стал актером. Придите, попробуйте в наш театр. Наш театр и в том числе уникален тем, то что по окончанию курса вы не просто уходите, мы не просто вас забываем, вы приходите делать спектакль, вы работаете над спектаклем. И даже когда спектакль поставлен, даже когда премьера отыграна, мы все равно про вас не забываем, и ваш спектакль входит в репертуар, то есть вы уже себя смело можете называть актерами. Ну разве это не круто, ребят? Мы всех, правда, искренне приглашаем, повторюсь, группа в Телеграме, группа ВКонтакте, группа в Ватсапе, театр Альтер Хома. Пишите, звоните, мы всем будем рады ответить. К сожалению, наш эфир завершается, и я хочу поблагодарить наших гостей за наш эфир, потому что он оказался очень атмосферным и очень уютным. И еще раз представлю наших гостей, это Самохвалов Марк, та же Димченко Даниил. Дим Янчиков Даниил. Дим Янчиков Даниил, простите, пожалуйста. И с вами была наша ведущая Хрипанова Анастасия и Фон Клена. Всем пока-пока, всем спасибо за эфир. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок